Рыцарские времена Они поддерживались девизами. Девизы рыцарей были краткими и емкими. И в девизах выражалась креда этого рыцаря, его какие-то жизненные принципы. Они в какой-то мере служили и нравственным, и воспитательным символом. А вот в современном обществе мы тоже не обходимся без жизненных девизов. Жизненный девиз, я вот так бы сказал, это хорошо сформулированный в лаконичной форме принцип поведения или призыв к действию. Вот я себе говорю, делай как знаешь и пусть будет как будет. Он важен для внутренней самомотивации человека. Но также он может служить и каким-то вот таким алгоритмом, готовым решением для выбора варианта, варианта поведения. Ну в той какой-то сложной ситуации, когда некогда подумать, каких-то нету размышлений, как у рыцаря было или на щите, или со щитом. Сразу вступай в бой. И вот этот жизненный принцип у рыцарей, императоров каких-то, да и многих других людей, и я знаю, ученые тоже имели какие-то креды, вот такие эпиграфы жизни человека. Эпиграф жизни человека. Вы вслушайтесь в эти слова. Мы с вами разобрали когнитивную карту мира. А вот, чтобы написать свою жизнь, давайте придумаем эпиграф. Современная жизнь человека, она какого-то клипового ритма. И вот мы смотрим в соцсетях статусы. Сегодня один, завтра другой. Да вы и сами не задумываетесь о содержании этих статусов. Так лепите просто. А иногда лепите так, чтобы ваше кредо ничего не стоило, чтобы жизнь ваша копейка. А ведь стоит над этим подумать. Подумать и выбрать с полным основанием вот эти жизненные кредо, эти жизненные вектора, эти жизненные девизы. Кредо на жизнь. Я не говорю, что это на всю оставшуюся жизнь. У меня в детстве были такие девизы. Бороться, искать, найти и не сдаваться. А сейчас, видите, делай как знаешь, я много знаю. И пусть будет как будет. Вот мы с вами, определив эту когнитивную карту мира, согласно этой карте, а карта – это то, что мы определяем в этой реальности, и нужно подобрать девизы кредо. Вот просто подберите девизы кредо и вышлите их мне на проверку. Ведь что такое жизненные кредо? Кредо – верую. Это те принципы, на которых ты будешь строить свою жизнь. Кредо должно быть кратко, хорошо сформулированное положение. Аспект вот вашего направления жизни. Ведь у нас есть какие-то внутренние законы. Законы нравственности, законы какого-то культурного кода. И мы руководствуемся ими по жизни. А вот это кредо должно сформулировать кратко, одной фразой, этот наш внутренний закон. И у нас их много, может быть. Я вам рекомендую написать, ну, три, четыре, может быть, даже и семь. Семь вот этих фраз, из которых мы выберем. Поймите, это вот кратко сформулированное кредо даст опору в жизненных неурядицах. И она даст необходимую силу. Ну, как опора, на которую мы можем опираться в сложных, в своих ситуациях каких-то. И это даёт направление, вектор действия. Что я вам скажу, это не только защита и опора, но и фильтр в нестандартных ситуациях. Поймите, хорошая кредо спасёт вас в нужный момент. Хорошая кредо не даст вам сбиться. Она направит вас в нужном направлении. Кредо в каком-то смысле – это вот та первая ваша натура. Не путать со второй. Поэтому хорошее кредо – это ещё и внутреннее спокойствие, уравновешенность, уверенность. И вот займёмся выбором для себя своего индивидуального кредо. Поэтому, когда вы идёте бороться, бороться, искать, найти и не сдаваться. Или когда вы умиротворены, когда вы довольны этой жизнью. Жизнь прекрасна и удивительна. Это тоже кредо. А есть кредо «Дорогу осилит идущий». Вы посмотрите, сколько цитат, афоризмов люди выбирают как эпиграф к своей жизни. Так вот, давайте-ка займёмся подбором нескольких эпиграфов на данном этапе, на данном куске жизни. Другие периоды жизни вы подберёте другие. А сейчас, опираясь на когнитивную карту мира, написав вот эти эпиграфы к жизни, мы потом перейдём к строительству, к строительству нашего сценария, сценария радостной жизни. Так что, друзья мои, на связи, подписывайтесь на мой канал, проходите этот марафон, вступайте в мои группы и вообще приезжайте в Сочи. Нам есть о чём поговорить. До встречи!